Друзья, привет! Hi! Приветствую вас на канале «Английский язык по плейлистам». Мы продолжаем наш практический курс «Английский язык с нуля до продвинутого уровня» по приложению English Galaxy. В этом уроке мы с вами разберём более сложные конструкции, и, что очень важно, у нас с вами будет смешанная практика, то есть когда утверждение и отрицание вместе. Это очень важно. Хорошо. Как сказать «мне нужно»? По-английски это будет «мне нужно»? I need. Да, смотрите, по-русски мы говорим «мне», но по-английски в этой конструкции с need необходимо использовать именно личное местоимение. То есть дословно получается «я нуждаюсь». I need. Отлично. Как сказать «мне нужна твоя помощь». «Мне нужна»? I need. «Твоя помощь». «Твоя»? Your помощь. Help. Your help. «Мне нужна твоя помощь». Да, смотрите, вот ещё такой момент. Когда носители языка говорят, то часто это сливается. Если медленно мы произносим, звучит «I need your help». Если быстро, можно услышать, смотрите, вот такой звук. «I need your help». «I need your help». Имеете в виду? Да, так вы также можете её слышать. Итак, получается. I need your help. I need your help. Отлично. А как сказать «мне нужно больше времени». «Мне нужно». I need. Больше времени. Больше будет «more». Больше будет «more». «More». Времени «time». Больше времени «more time». «More time». Да, смотрите, здесь такой момент. Если британский вариант произношения, то здесь чистое «о». «More». «More time». Если американский вариант, то слышится «р» очень часто как раз в конце слов. Получается «more». «More time». «More time». То есть это и так, и так верно. Или же британский вариант «more time». Или же американский «more time». Итак, «more time». «Больше времени». «Мне нужно больше времени». «I need more time». «I need more time». Итак, «мне нужно». «I need». «Мне нужна твоя помощь». «I need your help». «Мне нужно больше времени». «I need more time». То есть, смотрите, с «need» необходимо использовать именно личное местоимение. Отлично. Как тогда мы скажем «мне нужно»? Это будет «I need». «Нам нужно». «We need». «Тебе нужно» или «вам нужно». «You need». «Им нужно». «They need». Да, то есть запомните формулу. «I need». «We need». «You need». «They need». «Итак, как сказать?» «Нам нужна помощь». «Нам нужна». «Дословно, мы нуждаемся». «We need». «Помощь». «Help». «Help». «Хелп». «Хелп». «Помощь» — это неисчисляемое, поэтому здесь артикль ставить не нужно. «Хелп». «Хелп». «Нам нужна помощь». «We need help». «Хорошо». «Как сказать?» «Тебе нужно больше практики». «Тебе нужно». «You need». «Больше». «More». «Практика». «Да видите, здесь часто ошибаются». Правильное произношение слова «практика» по-английски будет «practice». Звук «э». «Practice». «Practice». «Получается больше практики». «More practice». «More practice». «Тебе нужно больше практики». «You need more practice». «You need more practice». «Хорошо». «Как будет?» «Им нужны деньги». «Им нужны». «Дословно, они нуждаются». «They need». «Деньги». «Money». «Вопрос». «Здесь нужно ставить артикль или нет перед money?» «Не нужно», «потому что money». «Нечисляемое». «Потому мы не ставим ни «э», ни «эн». «А they» мы не ставим, «потому что не вот эти конкретные деньги, а вообще деньги». «А вообще деньги». «Поэтому да, здесь говорим без артикля». «И получается, им нужны деньги». «They need money». «They need money». «Итак, нам нужна помощь». «We need help». «Тебе нужно больше практики». «Им нужны деньги». «Им нужны деньги». «They need money». «Хорошо, а как тогда сказать «ему нужно это?» «Ему нужно это». «Ему нужно будет...» «Помним, что с need используется именно личное местоимение». «Дословно получается он нуждается». «Он...» «He...» «Да, второй момент. «Как будет нуждается?» «Помним, что если he, she, it...» «То глаголу добавляется s...» «И получается...» «He needs...» «Он нуждается». «То есть ему нужно...» «Это будет...» «Ит...» «Получается...» «He needs it...» «He needs it...» «Да, смотрите...» «Необходимо запомнить следующую формулу». «He needs...» «Ему нужно...» «He needs...» «Или же...» «She needs...» «Ей нужно...» «She needs...» «He needs...» «She needs...» «She needs...» «Как мы скажем...» «Ему нужно больше практики». «Ему нужно...» «То есть, дословно, он нуждается...» «He needs...» «Больше...» «More...» «Практики...» «Practice...» «Ему нужно больше практики...» «He needs...» «More...» «Практики...» «Ей нужно...» «Она нуждается...» «Ей нужно...» «Дословно, — ''она нуждается...» «She needs...» «Больше времени...» «More time...» «Ей нужно больше времени...» «She needs...» «More time...» Да, кстати, давайте также кое-что вспомним. Обратим внимание на наше произношение. Ещё раз, как сказать «он нуждается»? He, а далее мы говорим «нидзе». Здесь долгий звук «и», «нидзе», и на конце звук «зе». Так что помним, что если в конце именно звонкое согласное, то произносится как «зе». Поэтому получается «нидзе». Итак, ещё раз. Ему нужно больше практики. He needs more practice. Ей нужно больше времени. She needs more time. Смотрите, если мы хотим сделать отрицание с «нидзе», то по умолчанию мы будем использовать следующую конструкцию. То есть или «донт нидзе», или «дазент нидзе». Далее «донт нидзе» или «дазент нидзе». Соответственно, если I, we, you, they, мы используем «донт нидзе». Если he, she, it, то говорим «дазент нидзе». Хорошо. Как мы скажем? Им не нужно это. Им не нужно. Дословно «они не нуждаются». Они «they», раз «they», значит, у нас с вами что? «Донт» или «дазент?» «Донт». Получается «they don't нуждаются». «Нидзе» — это «идзе». «Им не нужно это». «Им не нужно это». «They don't need it». «They don't need it». Далее. «Мне не нужно это». «Мне не нужна эта услуга». «Мне не нужна эта услуга». Услуга по-английски будет «сервис». «Сервис» переводится как «услуга» и второе значение «сервис». Здесь именно в значении «услуга». То есть эта услуга будет «this service». «Мне не нужна эта услуга». «Им не нужна эта услуга». «Им не нужна эта услуга». «Им не нужно это». «Мне не нужно это». «Им не нужна эта услуга». «Мне не нужна эта услуга». «Им 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 не нужна эта услуга». Да, запомните формулу. Это ему не нужно. А если ей не нужно, будет she doesn't need. Хорошо. Как сказать? Ему не нужна эта вещь. Ему не нужна, то есть он не нуждается. He doesn't need эта вещь. This thing. Ему не нужна эта вещь. He doesn't need this thing. Ей не нужна наша помощь. Ей не нужна, дословно, она не нуждается. She doesn't need наша помощь. Наша, our, помощь, help. Our help. Ей не нужна наша помощь. She doesn't need our help. She doesn't need our help. Итак, ему не нужна эта вещь. He doesn't need this thing. Ей не нужна наша помощь. She doesn't need our help. Хорошо. Давайте еще раз вспомним, как по-английски будет слово «другой». Это будет «энадэ». Да, смотрите. «энадэ» — это единственное число. «энадэ» — там «другой», «другая», «другое». А вот «адэ» — это именно множное число. То есть «другие». «энадэ» — единственное число. «адэ» — множное число. Смотрите. Как сказать «я хочу жить в другом месте?» Как будто «я хочу». Понятно, что это будет «I want». А дальше что ставится? «I want» — жить в другом месте. Да не просто «live», а помним, что формула «want to» плюс глагол. Если глагол, то также ставится «to». Получается «I want to» — жить в «live in». «I want to live in» — «другом месте». Видите, здесь единственное число. И поэтому другое место будет «another place». «Я хочу жить в другом месте». «I want to live in another place». «I want to live in another place». «Хорошо». «У неё другая проблема». «У неё», то есть «она имеет», будет «she has». «She has». Да, кстати, не оглушаем. Видите, на конце звук «з», потому что «has». Здесь гласный звук, поэтому «з», «has». «She has» — другая проблема. Опять же, другая. Единственное число, поэтому будет «another». Другая проблема «another problem». «У неё другая проблема». «She has another problem». «She has another problem». Отлично. Как будет? «Я живу в другом месте». Я живу «I live» в другом месте. Это будет «в другом» «in another» месте «place». «In another place». «Я живу в другом месте». «I live in another place». «I live in another place». Итак, «Я хочу жить в другом месте». «I want to live in another place». «У неё другая проблема». «She has another problem». «Я живу в другом месте». «I live in another place». Далее мы с вами также разберём один очень важный момент, где постоянно ошибаются. Смотрите, как сказать «мне так же это нравится». Да, мы знаем, что «мне нравится это» будет «I like it». А вот как будет «мне так же». Смотрите, здесь необходимо использовать слово «also». то есть конструкция «мне так же нравится». «I also like». И далее что? «I also like» — это «it». «I also like it». То есть, если мы хотим поставить слово «так же» или «тоже», по-английски это одно слово «also», в середине, то это именно слово «also». То есть «тоже так же» в середине — это слово «also». поэтому получается «I also like it». Но можем сказать это и по-другому. Смотрите, «мне нравится это тоже». «Мне нравится это» будет «верно». «I like it». А вот «тоже» или «так же» в конце предложения по-английски это уже другое слово. Это слово «to». Да, получается «мне нравится это тоже». «I like it too». То есть, видите, и так, и так верно. То есть можете сказать «мне так же нравится это», используя «also», мы говорим «also» в середине. Получается «I also like it» или же «мне нравится это тоже», используя «to», если это в конце. Получается «I like it too». «I like it too». Да, то есть возможные варианты «I also like it», «I like it too». Также сейчас мы с вами разберем более сложные предложения. Смотрите, как, например, мы скажем. Да, только не пугайтесь, мы с вами научимся говорить и такие более сложные предложения. Итак, «я хочу общаться с другими людьми, которые говорят по-английски». Итак, «я хочу общаться». «Общаться» по-английски будет «communicate». «Я хочу общаться». Конечно же, здесь необходимо поставить «to», потому что «want to» и далее глагол. Получается «I want to communicate с другими людьми». С будет «with the», «with the», «the». Звонкий, межзубный звук «with the», «with the» – другими людьми. Другими будет «other». Да, помните, если множное число, там другие, это будет «other». «Other» – людьми «people», «other people». «С другими людьми», «with other people». Получается, первая часть, «я хочу общаться с другими людьми». «I want to communicate with other people». Далее. «Которые говорят по-английски». «Которые, говоря о людях», это слово «who», 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 «говорят по-английски», будет «speak English». «Who speak English». Да, «которые говорят по-английски». «Who speak English». Итак, все вместе. «Я хочу общаться с другими людьми». «I want to communicate with other people», «которые говорят по-английски». «Who speak English». «I want to communicate with other people who speak English». Хорошо. Другое также интересное предложение, более сложное. Как мы скажем. «Я не хожу туда, потому что у меня слишком мало свободного времени». Итак, «я не хожу туда». «Я не хожу» будет «I don't go туда», «there». Да, помню фразу «go there». Получается, «я не хожу туда», «I don't go there», «I don't go there», «потому что» Это слово «because». «Because». Да, видите, на конце слышится звук «з». «Because». «У меня слишком мало свободного времени». «У меня», то есть «я имею». «I have» – слишком мало. «Слишком мало» – это фраза здесь «too little». «Too little» – свободного времени. «Free time». Видите? «Слишком мало свободного времени» будет «too little free time». «Too little free time». Да, видите, здесь слово «too». У нас оно уже с вами встречалось в значении «также», когда мы говорим это в конце. «Но здесь второе значение». «Тоже имеет значение «слишком». «Too little free time». «Слишком мало свободного времени». Итак, скажем все вместе. «Я не хожу туда», «I don't go there», «потому что у меня», «because I have» «too little free time». «Слишком мало свободного времени». «Too little free time». «I don't go there», «because I have too little free time». «I don't go there», «because I have too little free time». Хорошо. А как мы скажем? «Я чувствую себя таким счастливым, потому что у меня хорошие результаты». Итак, «я чувствую себя» будет… «Я чувствую» будет… «I feel себя…» Да видите, здесь какой момент, что «feel» так и переводится как «чувствовать», «чувствовать себя». То есть по-английски «себя» переводить здесь дословно не нужно. Поэтому получается «да, я чувствую себя», это будет просто «I feel таким счастливым». «So happy». «Я чувствую себя таким счастливым». «I feel so happy». «I feel so happy». «Потому что…» «Because…» «У меня…» «Хорошие результаты». «У меня…» То есть я имею… «Because I have…» «Хорошие результаты…» «Хорошие…» «Good…» «Результаты…» «Results» «Good…» «Результаты…» «Because I have…» «Good…» «Результаты…» «Итак…» «Я чувствую себя таким счастливым». «I feel so happy…» «Потому что…» «У меня…» «Because I have…» «Хорошие результаты…» «Good…» «Результаты…» «Хорошо…» «А как сказать…» «Он этого не делает…» «Потому что у него мало свободного времени…» «Он этого не делает…» «Дословно…» «По-английски мы говорим…» «Он не делает этого…» «Он не делает…» «Он не делает…» «He doesn't do…» «Это…» «Ит…» «He doesn't do it…» «Потому что…» «Because…» «У него…» «То есть он имеет…» «Это будет…» «He has…» «He has…» «Мало свободного времени…» «Мало…» «Литл…» «Свободного времени…» «Free time…» «Little…» «Free time…» «Because…» «He has…» «Д rejecting…» «Итак…» «Он этого не делает…» «Он этого не делает…» «Он не делает этого…» «…» «…». «…потому что у него…» «Потому что у него…» «Он…» «…» likes…» He has мало свободного времени. Little free time. He doesn't do it because he has little free time. He doesn't do it because he has little free time. Да, друзья? Также переходите в наши социальные сети, где мы выкладываем дополнительные полезные материалы. Ссылки в описании. Теперь мы с вами поговорим об артиклях. Как мы скажем. У меня есть один вопрос. У меня есть, дословно, я имею. I have. Один вопрос будет one question. Да, видите, здесь артикль ставить не нужно, потому что есть цифра. One, one question. У меня есть один вопрос. I have one question. I have one question. Хорошо. А как мы скажем? У него есть проблема. У него есть. Дословно, он имеет. He has. Проблема. Итак, помним, что здесь необходимо поставить артикль. Получается проблема. Не просто проблем, а a problem. A problem. У него есть проблема. He has a problem. He has a problem. He has a problem. Да, смотрите, а если мы хотим сказать просто у меня вопрос. Как это будет? У меня. I have. Вопрос. Да, здесь также требуется артикль. Не просто question, а a question. У меня вопрос. I have a question. I have a question. Или как здесь? У меня есть один вопрос. I have one question. I have one question. У него есть проблема. He has a problem. Хорошо. Как мы скажем? У него есть время. У него есть будет. He has. Время. Time. Time. Нечисляемое. Поэтому здесь артикль ставить не нужно. Получается, у него есть время. He has time. He has time. Отлично. А как сказать? У нее нет свободного времени. У нее нет. Дословно, она не имеет. Она не. She doesn't. Имеет. Have. She doesn't have. Да, помним, что he, she, it — это doesn't. И далее глаголу s не добавляется. Получается, she doesn't have свободного времени. Это фраза free time. Free time. Да, смотрите. По умолчанию используем данную фразу. Free time. Да, действительно. Может быть, кто-то знает, как сказать по-другому свободное время. Как мы сказали, по умолчанию используем фразу free time. Да, все отлично. Но также носитель языка нередко использует и другую фразу в свободное время. Это фраза spare time. Spare time. Она более сложная, но также часто употребляется. То есть, как вариант используется spare time или free time. Но очень часто именно free time. Возможно, это проще. По этому умолчанию мы используем данную фразу. Free time. Получается, у нее нет свободного времени. She doesn't have free time. Итак, у него есть время. He has time. У нее нет свободного времени. She doesn't have free time. Давайте еще раз потенируемся со следующими словами, которые очень часто путают. Там say, tell, speak, talk. Когда, что нужно использовать. Смотрите. Как сказать? Она говорит это снова и снова. Смотрите. Сказать что-то. Это фраза say it. Сказать эту вещь. Say this thing. Итак, здесь необходимо поэтому использовать форму say. Она говорит это. Да, как будет она говорит? Она, she. А далее внимание. Я не говорю, что здесь нужно использовать say. А я говорю именно, что здесь нужно использовать форму say. То есть форму глагола say. Это такой своеобразный намек, что здесь нужно еще что-то добавить к say, а именно s. То есть получается, она говорит, будет... She says. Да видите, какой еще важный момент. Заканчивается на гласный звук, поэтому в конце слышится должно the. says, she says, she says, это, it, she says it, снова и снова. Снова, это слово again. Да, видите, обычно это произносится именно так. А фраза снова и снова и снова. Again and again. Получается, она говорит это снова и снова. She says it again and again. Да, смотрите. Еще раз повторим. Она говорит это снова и снова. She says it again and again. Хорошо. А как мы скажем? Он не говорит мне эту вещь. Смотрите. Говорить кому-то, если есть указания, то необходимо использовать именно tell. Помните фраза? Там скажи мне. Tell me. Tell me. Tell me. Получается, он не говорит мне. Мы здесь используем форму tell. Он не говорит мне. He doesn't tell me. Да, здесь tell так и будет. Форма не меняется, потому что у нас с добавляется только в утверждение, когда he, she, it. В отрицании и в опросе s добавлять не нужно. Doesn't уже берет на себя эту s. Получается, он не говорит мне. He doesn't tell me. Эту вещь. This thing. Он не говорит мне эту вещь. He doesn't tell me this thing. He doesn't tell me this thing. Хорошо. А как мы скажем? Я могу немного говорить по-английски. Смотрите. Говорить на каком-то языке мы используем глагол speak. То есть фраза говорить по-английски – это speak English. И по умолчанию используем фразу говорить немного по-английски – speak English a little. Да, смотрите, little – это мало, а фраза a little – немного. A little. Получается, я могу, I can. Далее по-английски мы говорим дословно. Говорить по-английски – I can speak English. Да, кстати, вспоминаю формулу, что после can идет просто глагол. Здесь ничего ставить не нужно. Получается, I can speak English – немного – a little. I can speak English – a little. I can speak English – a little. Отлично. А можно здесь как-то сказать по-другому? Да, можно. Смотрите. Во-первых, можно сказать без can, просто. Например, я говорю по-английски немного. Или я немного говорю по-английски. Это будет I speak English a little. То есть или используя can, I can speak English a little. Или же без can. I speak English a little. Смотрите. Также, в принципе, можно слышать и по-другому. A little – это немного. А вот, например, мы хотим сказать чуть-чуть. Как будет чуть-чуть? Эта фраза – a bit. A bit. A bit. Получается, я могу чуть-чуть говорить по-английски. Дословно, я могу говорить по-английски. I can speak English – чуть-чуть – a bit. I can speak English a bit. Или же, я говорю по-английски чуть-чуть. I speak English a bit. I speak English a bit. Да, отлично. Но вы знаете, можно также встретить еще одну интересную фразу – чуточку. Там, я могу чуточку говорить по-английски. Как это будет? Эта фраза – a little bit. Да, нередко. A little bit переводится как чуточку. То есть, получается, я могу говорить по-английски. I can speak English – чуточку – a little bit. A little bit. I can speak English a little bit. Или же, я чуточку говорю по-английски. Дословно, вначале я говорю по-английски. I speak English – чуточку – a little bit. I speak English a little bit. То есть, смотрите. Можем сказать «немного» в конце – это будет a little. A little. Или же «чуть-чуть» – это будет a bit. A bit. Или же чуточку – a little bit. Или используя «can» или без «can». Например, I can speak English a little bit. Or, или I speak English a little bit. Или же используя просто «a little» или «a bit». Хорошо. А как сказать «мы часто говорим об этом»? Смотрите. «Говорить о чем-то» обычно мы используем конструкцию «talk about». Учается «мы часто», «we often» говорим о «talk about» – этом «it». «Мы часто говорим об этом». «We often talk about it». «We often talk about it». Грамматически возможно сказать «talk about» или «speak about». Переводится как «говорить о» или «говорить об». Но часто говорят именно «talk about» – мы с вами по умолчанию как раз используем именно «talk». Получается, используя «talk» мы часто говорим об этом. «We often talk about it». «We often talk about it». Итак, смотрите. Итак, смотрите. Я говорю по-английски немного. «I speak English a little», я говорю по-английски чуть-чуть. Я чуточку говорю по-английски. Мы часто говорим об этом. Хорошо. А когда тогда нужно использовать слово speak? Смотрите, speak мы обычно используем в двух случаях. Первый случай, когда есть указание языка, то есть, когда кто-то говорит на каком-то языке. Фраза speak English. Говорить по-английски speak English. Или же, когда есть указание именно как говорить. Например, быстро, медленно. Да, кстати, по-английски это будет как? Так, говорить быстро. Обычно здесь используют именно фразу speak fast. Speak fast. Говорить медленно. Speak slowly. Speak slowly. Например, нередко можно услышать фразу «Говорите медленно». Это будет speak slowly. Или же говорите медленно, пожалуйста. Speak slowly, please. Speak slowly, please. То есть фразы speak fast, говорить быстро, speak slowly, говорить медленно. Как мы скажем? Он не говорит по-английски медленно. Итак, здесь фразы, говорить по-английски speak English. Он не говорит по-английски. He doesn't speak English медленно, slowly, slowly. He doesn't speak English slowly. He doesn't speak English slowly. Вы знаете, носители языка обычно говорят по-английски очень быстро. Да, кстати, как это сказать по-английски? Смотрите, очень полезное слово «носители языка». Это будет native speakers. Обычно, usually, говорят по-английски speak English очень быстро. Very fast. Да, смотрите, еще раз скажу, что именно со speak в значении быстро обычно употребляется слово «fast». «Speak fast» или говорить очень быстро «speak very fast». То есть получается, native speakers usually speak English very fast. Native speakers usually speak English very fast. Конечно же, сразу их понять очень сложно. Практически невозможно, но мы к этому идем и будем также тренировать далее наши навыки восприятия на слух и все проговаривать и эти простые фразы, и более сложные фразы, и предложения. Хорошо. Как мы скажем, он говорит по-английски очень быстро. Итак, фраза «говорить по-английски». Это будет speak English. «Он говорит по-английски». Следим за грамматикой. Если he и she it, то глаголу добавляется as. Получается, он говорит по-английски «he speaks English очень быстро». Это фраза «very fast». Да, если с глаголом speak, это фраза «very fast». Он говорит по-английски очень быстро. «He speaks English very fast». «He speaks English very fast». Я думаю, многие из вас хотят говорить по-английски намного лучше. Вот как сказать, например, «Я хочу говорить по-английски быстро и естественно». Смотрите, «я хочу говорить по-английски» будет «I want to speak English». Далее фраза «быстро и естественно» будет «быстро fast» и «and» «естественно». Или, может быть, дословно «натурально» это звучит. Это слово «naturally». «Naturally» переводится как «естественно». Да, запомните следующую фразу. «Speak English fast and naturally». Да, кстати, это британский вариант в произношении слова «fast». Американский «fast». Не удивляйтесь, если тоже так может встретиться. Итак, «Speak English fast and naturally». Скажем, «Я хочу говорить по-английски быстро и естественно». «Я хочу говорить по-английски». «I want to speak English быстро, fast и естественно». «And naturally». «Naturally». «I want to speak English fast and naturally». «I want to speak English fast and naturally». «Смотрите». «Отличная фраза». «Конечно, можно сказать проще». Например, «Я хочу говорить по-английски лучше». «Лучше» будет «better». «Я хочу говорить по-английски». «I want to speak English лучше, better». «I want to speak English better». Или, например, помните, вначале мы говорили «Я хочу говорить по-английски намного лучше». «Намного лучше» — это фраза «much better». «Я хочу говорить по-английски намного лучше». «I want to speak English much better». «Друзья, сейчас мы с вами перейдем к очень важной смешанной практике. Как сказать «Я не хочу играть в эту игру». «Я не хочу» будет «I don't want» играть. Да, не просто «play», а «to play». «I don't want to play» в эту игру. «В...» Да, смотрите, в английском здесь предлог переводить не нужно. То есть, помните, «играть в футбол», «плей футбол», «играть в теннис», «плей теннис». «Играть в эту игру» просто будет «play this game». То есть, после «play» здесь предлог в английском не ставится. Получается, «я не хочу играть в эту игру». «I don't want to play this game». «I don't want to play this game». Да, давайте немножко отдохнем и повторим. Как сказать «Я хочу сделать это»? Это будет «I want to do it». «I want to do it». Верно. Но у меня есть второй вопрос. А можно ли сказать это как-то по-другому? Имеется в виду, не когда в конце мы меняем там «it», там «this» или «that». Все это, в принципе, допустимо. Да, можно также услышать «I want to do it», «I want to do this» или «I want to do that». Я говорю о другом. Я имею в виду, можно ли сказать это как-то по-другому именно грамматически. Смотрите. Да, это сделать также можно. Потому что часто в американском английском мы слышим фразу «wanna». «Wanna» означает «want to». То есть вместо «I want to» можно услышать или сказать «I want to». «I want to» — сделать это «I want to do it». «I want to do it». «I want to do it» или наоборот «я не хочу делать это». Да, есть и полная форма. Мы по умолчанию используем полную форму. Это будет «я не хочу». «I don't want» — сделать это «to do it». «I don't want to do it». Или используем «wanna». «I don't wanna do it». «I don't wanna do it». И вот здесь видите пример. «Я не хочу играть в эту игру». По умолчанию мы говорим «I don't want to play this game». Или, например, используя «wanna». «I don't wanna play this game». «I don't wanna play this game». Имейте в виду, что вы так тоже как раз можете услышать, поэтому не удивляйтесь. Отлично. А как сказать «у нас нет каких-либо вопросов сейчас». Смотрите, «у нас нет» — дословно «мы не имеем». «We don't have». «We don't have». «Каких-либо вопросов». «Каких-либо» — это слово «any». «Any». «Вопросов». «Questions» — «any questions» — «сейчас now». «У нас нет каких-либо вопросов». «Сейчас». «We don't have any questions now». «We don't have any questions now». «Хорошо». «А как будет по-английски?» «Я вижу, что ты не хочешь идти туда». «Так, я вижу что». «I see that». «I see that». Да, видите, фразы. «Я думаю, что будет «I think that». «Я знаю, что» «I know that». «Я вижу, что» «I see that». «Я понимаю, что» «I understand that». То есть в этих конструкциях необходимо использовать им слово «that». «Получается, я вижу что». «Я вижу что». «I see that». «Ты не хочешь». «You don't want идти». Не просто «go», а «stool», «to go». «You don't want to go туда, there». «You don't want to go there». «Итак, я вижу что». «I see that». «Ты не хочешь идти туда». «You don't want to go there». «I see that». «You don't want to go there». «I see that». «You don't want to go there». «Хорошо». «А как сказать?» «Они не помнят его имя». «Помнить» по-английски будет «remember». «Remember». «Они не помнят». «They don't remember». «They don't remember». «Его имя». «Его что-то, кто-то будет his». «Имя», «name». «His name». «They don't remember his name». «They don't remember his name». «Итак, я вижу что». «Я вижу что». «Ты не хочешь идти туда». «I see that you don't want to go there». «Они не помнят его имя». «They don't remember his name». «Отлично». А как мы скажем? Он не чувствует себя счастливым. Итак, фраза «чувствуй себя счастливым» будет feel happy. Он не чувствует себя. Да, помним, что в английском, где слово «себя» не переводится. Так говорить не надо. Получается, он не чувствует себя счастливым. He doesn't feel happy. Он не чувствует себя счастливым. Если говоря о себе, можем сказать «я чувствую себя счастливым», это будет I feel happy. Отлично. А как будет? Ей не нравится этот отель. Ей не нравится. Вспоминаем, что с лайк необходимо использовать именно личное местомение. Ей нравится будет... She likes. She likes. Ей не нравится. She doesn't like. То есть, именно she... И после лайк никакой «с» не нужно. Получается, she doesn't like этот отель. This hotel. Видите? Так, кстати, как произносится слово «отель»? Ударение на последний слог. И не «о», а «оу». Получается «хоутел». 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 Ей не нравится этот отель. Я вижу, что это не работает. Я вижу, что... Да, вспоминаем, как это будет. Я вижу, что... Это не работает. It doesn't work. Я вижу, что это не работает. I see that it doesn't work. I see that it doesn't work. Итак, ей не нравится этот отель. She doesn't like this hotel. Я вижу, что это не работает. Также отрабатывайте весь пройденный материал в приложении English Galaxy для максимального эффекта. До встречи! Bye-bye! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok